Палящее солнце, постоянные ветра, степное однообразие. Какое электричество! До ближайшего магазина километров сорок. Но Каныш Садпаев продолжает настаивать. Здесь будет всё. Это край несметных богатств. В Садпаевские сказки не верят ни местные, ни геолком. Неохотно выделяют молодому геологу буровой станок, оставшийся от англичан. Они вели здесь разработки в начале века. И вот он, первый пласт, 18 метров. В дореволюционном прошлом, дали такие политические науки, как Семёнов Тензанский, характеризовали Казахстан как край всего более богатой солью. Создатель первого дореволюционного курса лодных месторождений в России, профессор Богданович, отрицал возможность нахождения в Казахстане и в Елене нахру. В ответ, что в моем представлении теперь не осталось и следа. Он сумел доказать, что это уникальное в мире месторождение, Жизказганское. Наша казахстанская Жизказганская медь, она на первом месте, 4 девятки в мире, на Лондонской бирже металлов. То есть содержание меди 99,99% уже в чистое, переработанное. В то утро тут встали насмерть наши пехотинцы, артиллеристы, лётчики. Великое Отечественное. Основной район добычи марганца в СССР, Никополь, захвачен фашистами. Под угрозой и Чаатурское месторождение на Кавказе. Без марганцевой руды невозможна выплавка боевой стали. Указание свыше – найти месторождение. Но оно уже открыто. Ещё в 20-х годах Садпаев нашёл в казахстанской степи залежи марганца. Он увидел, что по содержанию марганца – это одно из уникальнейших месторождений вообще, наверное, в мире. Ну, для себя это он отметил. 38 дней было достаточно, чтобы отгрузить первую партию металла. Перелитый в броню танков, пушки, пули и снаряды, он спас не одну жизнь. Каныш Амантаевич брал на себя огромный риск. Необходимо было вести разведку и доразведку этого месторождения. Это огромное средство в годы войны. Куда надо было свозить специалистов для строительства, ну, он взял на себя эту ответственность. Хотя в другом случае могли бы поставить к стенке. Время-то военное было. Редкие фотографии из семейного архива. С друзьями, родственниками, соседями. Он любил такие вечера. Только времени на них было мало. Встречи, командировки. Несмотря на загруженный график, лично курировал все месторождения. Первый президент Академии наук и первый в Союзе академик казах. Под его руководством построили издание и коллектив собрали. С биологом, как биолог говорит, с математиком, как математик, с физиком, как физик, с филологом, как филолог. А еще он разбирался в музыке и отлично играл на дамбре. В 20-е годы, когда композитор и этнограф Затаевич собирал легендарную коллекцию казахского фольклора, о музыкальном искусстве Баянаульского района ему рассказывал Каныш Имантаевич. Он родился в этих краях. Это земля знатных людей, как и является родиной знатных людей. Павлодарский скульптор Зоя Александровна заканчивает четвертую модель памятника Каныша Сатпаева. Остались последние штрихи. Столько сделано всяких композиций, именно фигур. Нам все равно надо делать свое. Где-то что-то, может быть, я не знаю, где-то, может быть, и повторится. Но, во всяком случае, это будет совершенно другая концепция по сравнению со всеми памятниками, которые будут сделаны. А это памятник нерукотворный в масштабах Солнечной системы. Малая планета 2402 имени Каныша Сатпаева. Малая планета 2402 имени Каныша Сатпаева Новосибирс Новосибирс Субтитры создавал DimaTorzok